Ой, блядь, чуваки, такого я точно никогда не видел. О, блядь. Всем я, чуваки, с вами Пандос и Фиксович, и сегодня на моем канале будет новая рубрика. Вау, опять! Остановитесь! Как это все будет выглядеть? Захожу я на YouTube, вбиваю PandaFX и смотрю видосы от моих подписчиков. Материала там более чем достаточно, поэтому если вы этот видос поддержите лайкусиками, ну, к примеру, 20 тысяч, то я пойму, что это вам нравится и будет выходить. Полный пиздеж. И да, пацаны, я не забыл про рубрику, где я кидаю деньги в эфиром на Твиче, она скоро выйдет, поэтому ждите. Первое видео, которое у меня высвечивается по дате, вышло оно 15 августа и очень интригующее название. За мной гоняется PandaFX. Именно в такой роли я себя и представляю, как я в хор игре гоняюсь за каким-то чуваком, который играет в FIFA Mobile. У нас на подходе второй фифер, PandaFX. А, второй фифер, то есть у них уже был какой-то фифер. Так, чуваки, я промотал уже половину ролика и до сих пор себя не нашел. Какой-то я такой себе охотник. Пандос мы вам покажем через пару секунд. О, наконец-то я дождался, я заинтригован, как же я выгляжу. Так, стоп. Это я вот эта вот херня? Конечно, мы понимаем, что я иногда бываю синим, но... А, вот! Что, блядь? Я примерно вот так вот выгляжу с похмелой, или когда не высплюсь, вот примерно вот в каком-то таком себе образе я себя и представлял. Да. Интересная игра, всем рекомендую, ссылочка в описании, вся хуйня, мне за это заплатили. Игруха годная. Этот видос я уже видел, какой-то чувак сделал утро, видимо, для меня, я не знаю. И в итоге просто вывесил у себя на YouTube-канале. Я его скачал, если что, буду теперь использовать. Спасибо, бро. Versus 140 BPM PandaFX против Evoneone. 4 лайка, 3 дизлайка. Чуваки, вот это должно быть интересно. Привет, конфликт давно закончился между PandaFX и Evoneone, но мне... Блядь. Я нихера не слышу, не знаю как вам, но качество просто жуткое. Короче, парни, я нихера не понимаю, поэтому давайте займем в комментарии, посмотрим. Первый, Evoneone лучше. Ну, тут лучше и не скажешь, я даже лайк поставлю. Играем с PandaFX в пуп. PandaFX, меня так еще никто не называл. Чтобы вы понимали, в пуп я вообще не играю, поэтому как это произошло, я вообще не понимаю. Видимо, какой-то чувак с никнеймом был моим. Ну, я сейчас сидел. Я вас понял, идем дальше. Реакция Финитона, угадай фифера по детской фотографии. Во, вот это контент. Реакция на реакцию. Вот такое я люблю. Бля, кот, хватит. Загипал, блядь. У Денчика родинка на левом чеке, а тут нихера нету. Может он пиздюк был, поэтому и нету. Хотя я точно не знаю, родинка с рождения появляется или же со временем. Вот это видео мне прям вообще никак комментировать не хочется. Встретил PandaFX в метро. В метро, блядь. Не, я, конечно, понимаю, что я в метро спускаюсь, ну, раз в тысячу лет. И это видео выложено в 2016 году. И какого-то хера этот видос набрал 655 лайков. Кому это интересно? 53 тысячи просмотров. Как я просто сижу и еду в метро. Чё? Ебать, как интересно. Просто пиздец. Чувак, ты бы мог за ним пойти и узнать, где он живет. Я где-то два года жил в Митине, и за эти два года столько людей за мной ходило от метро, от велопоездок, когда я просто с магазина шел. Стучали в двери, звонили в домофоны, к соседям приходили, когда у меня не было дома. И это полный пиздец, как по мне. Недавно был случай, когда меня в подъезде мой подписчик узнал. Да, у меня есть подписчик, который знает, где я живу, знает мой этаж и знает мою дверь. Я очень сильно надеюсь, что он не проболтается. О боже, что за ебанутые люди. Он же может на тебя в суд подать, еблан. Не, конечно, в суд я не буду подавать, но это очень странный контент. Хейтер. Один из них, PandaFX. Блядь, эти названия меня просто пиздец как радуют. Я вот понятия не имею, о чем тут вообще может идти речь с таким названием. Привет, друзья, у меня появился хейтер. Ставим ему дизлайки под каждым видео. Что это такое? При чем здесь я? А, это, видимо, канал называется. Это, типа, другой канал PandaFX. Появился его хейтер. Я запутался, короче. Пизду. Силка Роуд PandaFX. Что это такое, блядь, нахуй? Господи. Что это за парашек? Как это вообще ко мне относится, я не знаю. Поэтому давайте стебемся отсюда. PandaFX Pro Evolution Soccer 2017. 2017. Только... Что-то я как-то на Иваниона похож. Не кажется? У меня, кстати, татуху прикольно сделал. Я не знал, что в песе вообще такое возможно. Блядь, ну это Рил Иванион какой-то, блядь. Какого хера? Или это, типа, прикол такой? Я не знаю, короче. PandaFX через пять лет. Что случится с PandaFX через пять лет? Вау. Ха. Слушайте, мне это уже нравится. Похоже на начало какого-то голливудского блокбастера. Можно сказать, что сезон для Кастандара уже закончен. Да, чудеса случаются. Даже тогда, когда ты используешь любую возможность убежать от заебавшей тебя жизни. Чуваки, я еще до конца ролика не посмотрел, но за первые сорок секунд могу сказать, что это выглядит реально очень круто. Чувак прям постарался. Чуваки, я против Милана играть буду. Вот какой преддикшен в моей жизни, блядь. Охренеть. Короче, пацаны, видосик реально прикольный. Интересно сделал, подход креативный. Поэтому поддержите пацана. Я думаю, вы сами найдете ссылочку на видос по названию. Как бы это никакая не реклама. Как бы все в лайф-режиме. Пандос украл мою рубрику. Карьера игрока за Пандой Фикс. Вау. Это похоже на разоблачение какое-то. Давайте посмотрим. Всем привет. С вами снова Рико Геймс. Здорово. И сегодня мы с вами продолжаем карьеру за Пандой Фикс. Ребят, какого-то хрена на канале у самого Пандоса вышла карьера за Пандоса. Но вы все прекрасно знаете, что начал эту карьеру первый я. А, видимо, чувак записывал карьеру за меня. Потом я начал карьеру за себя. И это выглядит так, как будто я у него спиздил идею. А, у него не только я. У него вся команда фиферов. Кстати, хорошая мысль, мне кажется. Создать карьеру за фиферов. Во, это идея, которую надо спиздить. Чуваки, как вам идея? Давайте 30 тысяч лайков и я запускаю карьеру за фиферов. Разве это не гениально? Поэтому, пацаны, если вам интересно, если вы поддержите, то... Ну, вы сами понимаете. Всем привет. Меня зовут Андрей. Ой, господи. Меня тоже зовут Андрей. Реакция на Эва Ди с Пандой Фикс. Андрей против. Вот припев кайфовый. Согласен, бро. Припев качает вообще. Панда тоже нормальный, хороший. У него тоже есть клипы. У меня есть клипы? Чё? Нихуя, чё я себе узнал, пацаны? Помогите, пожалуйста, найти мои клипы в сети. Я, видимо, их где-то потерял. Есть хорошие песни. Чё, хорошие песни, хорошие клипы. Чувак, ты как бы уверен, что ты про того человека как бы думаешь? Бля, летсплей по хэтболу. Попался Панда Фикс. Вау. Панда Фикс? Ну, это, кстати, не мой аккаунт, чувак. Сорян, если ты думал, что это я, это не так. Панда. Сука, на меня. Я тобой выехал. Он ещё дис Иваниона подставил, блядь, нахуй, под этот матч. Ёбаный гений. Мой фейк обыграл его, красавчик. Я на него вызову этого Иваниона. Чтобы он его... Он вызовет на меня Иваниона. Разоблачение Панды Фикс и Иваниона. Четыре дизлайка. Блядь, здесь что-то страшное, наверное. Господи, как громко. Блядь, чуваки. Кто так снимает видео? Мало того, что это вертикально, так ещё, блядь, перевёрнуто. Это просто next level, чуваки. Как это смотреть, блядь? Ой, блядь, чуваки. Такого я точно никогда не видел. Серьёзно, чтобы снимали вертикально и ещё вверх ногами. Ебанись, чуваки. Однозначно это лучшее разоблачение, которое я видел в своей жизни. Чувак, просто браво. Я думаю, чуваки, на сегодня хватит качественного контента. Если вам видео зайдёт, я думаю, что вы сами знаете, что нужно делать. Это влюбить лайк и оставить какой-нибудь пиздатый комментарий. С вами был я, Панда Фикс. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем хорошего настроения. Чао, бамбино. Субтитры сделал DimaTorzok